Привет, мои сколты! С вами Кьюбайт и добро пожаловать снова в LEGO Marvel's Avengers или LEGO Мститель. Мы продолжаем в ней играть и продолжаем ее изучать. Как вы знаете, я уже поиграл в DLC Повелителя Зла, добавили сразу два, это Повелителя Зла и классический Капитан Марвел. Сегодня мы с вами будем смотреть персонажей и я немножко побольше о них расскажу, потому что, ну, мало ли, мало ли кто-то о них не знает. Они могут появиться в Гражданской войне, так что это очень важно. Первый и самый главный Повелитель Зла это, конечно же, Барон Зема. Здесь у него классический его прикид и он просто бомбезный. Посмотрите, вообще, этот скин выполнен просто шикарно, мне очень нравятся его глаза. Они иногда показывают какую-то эмоцию, но здесь почему-то этого не видно. Давай, покажи нам грусть, печаль, не знаю, удивление, что-нибудь. Не хочет, ладно. Давайте покажу, кого добавили вообще в этом DLC и, конечно же, пойдем потом по порядку. Буду рассказывать чуть побольше, чем вы, наверное, знаете. В общем, первый это Барон Зема, вообще всего добавили 10 персонажей и это много. Посмотрите, сколько добавилось. Я же говорю, что здесь будет офигеть, как много персонажей. Наверное, когда добавят все DLC, тут будет под 100 персонажей. Со всеми, со всеми там Человеками-Муравьями, Гражданской войной и так далее. В общем, вы поняли. 10 персонажей. Первый это Барон Зема. Дальше у нас идут два Черных Рыцаря. Вот это первый. Нет, точнее, это уже второй Черный Рыцарь. Это третий Черный Рыцарь актуальный. Дальше у нас идет Чаровница, Палач ее друг. Следующий это Классический Железный Человек, что очень круто. Следующий это Мелтер. Потом у нас идет Радиоактивный Человек. Классический Тор. И последний это Вихрь, тоже классический. В принципе, все так же, как я и говорил в недавнем видео о будущих DLC для LEGO Marvel's Avengers. Я, в общем-то, сказал правду. И я покажу то, наверное, что многие забудут вам показать. Это, конечно же, лошади. Вы не знали, но здесь добавили лошадей. Эти лошади, конечно же, принадлежат Черным Рыцарям. Это, скорее всего, лошадь второго Черного Рыцаря, извиняюсь. Это Элендиль. И последнее это Валенор. Они обе черные. Я не знаю, чем они отличаются. А, здесь, по-моему, разные крылья. Давайте попробуем их призвать. Так, окей. Элендиль готова. Как я могу на нее сесть? Воу. Ну, крылья мне очень нравятся. Они, знаете, такие ангельские. Ну, или как у птицы, просто-напросто. Ты летать умеешь? Да. Круто! Я летаю на лошадке. А у той, по-моему, вообще какие-то дьявольские крылья. Ну, я понял. В общем, такая летающая лошадь выглядит прикольно. Окей, опускайся. И, кстати, очень даже удобно управлять. Даже на геймпаде. Вот такой вот лошадкой. Прикольно. Хорошо, давайте вызовем вторую. Мне интересно, там другие крылья? Или, ну, если такие же, то это, наверное, глупо. Или просто добавили, знаете, для имен. Чтобы, ну, просто Эллендиль и Валенор. Надеюсь, хоть чем-то они отличаются. Так, это исчезло, к сожалению. Так, а вот крылья уже другие. Как я и сказал, здесь они такие, знаете, вот как у птеродактиля какого-то. Такие демонические. Вот у того... У той лошадки были ангельские? Ой, это демонические крылья. Кстати, я не попробовал умения. Может быть, они там огнем могут дышать, нет? Ничего такого? Нет, только летать и все. Но выглядит все равно здорово. Давайте, наверное, вернемся к барону Зема. Я немножко о нем расскажу. Да, я уже о нем рассказывал, когда показывал гражданин АП. Но это не очень-то важно. В общем, как он стал вот таким и откуда у него появилась маска? Он изобрел супер-пупер клей, который называется клей Икс. Я думаю, если вы смотрели мое прохождение специального уровня, то вы об этом уже знаете. В общем, он изобрел... Воу, видели, какая эмоция? Он изобрел этот клей, к нему нагрянул Капитан Америка, ударил по одной из канистр с этим клеем. Она, в общем, ну, взорвалась, да, порвалась, клей вытек и попал на маску барона Зема, и она приклеилась к нему навсегда. Вот такой вот замечательный клей. То есть, это гарантия того, что клей его действительно долговечный. Навсегда маска к его лицу приклеилась. Ну, если говорить о дальнейшей судьбе Зема и Капитана Америки, то помните, когда я показывал зимнего солдата, кажется, то я объяснял вообще, как он умер сначала, а потом его нашли русские, приделали ему ту металлическую уроку, и как Капитан Америка заморозился. Это все случилось из-за того, что они пытались приостановить ограбление самолета. И угадайте, кто грабил этот самолет? Конечно же, сам дорогой наш Барон Зема. В общем, Барон Зема хотел украсть самолет, и там была взрывчатка. Когда Кэп и Баки на него попали, то самолет взорвался, Барон Зема, в общем-то, сбежал потом. Самолет взорвался, Капитан Америка упал в воду и заморозился, потом его Мстители через... Сколько там лет? Я не помню. Воу. Эй-эй-эй. Я ненавижу свои провода. Мне пришлось перезагрузить игру и вообще компьютер, но мы возвращаемся. И я могу сказать, что я не помню, через какое время там Мстители разморозили Кэпа. По-моему, лет через 40. Но это и не важно. Главное, что Барон Зема был тем человеком, который подставил Капитана Америку и Баки. И, в общем, Баки якобы умер, но потом он превратился в Зимнего Солдата. А Капитан Америка, Стив Роджерс, он заморозился, и, по-моему, через 40 лет, да, кажется, они его разморозили. И вообще, в комиксах Барон Зема предстоит, знаете, таким каким-то неудачником. Он действительно странный парень, и постоянно у него что-то не получается. Я не знаю, каким образом он смог собрать команду Громовежцев и повелить ей зла, но... Это у него хорошо получается, а вот делать какие-то преступления не очень. Вот только командовать. Ладно, мы с вами идем дальше. Следующий у нас это Черные Рыцари. Посмотрите, первый. Натан Гарретт, это второй Черный Рыцарь. Самый первый Черный Рыцарь был еще при Короле Артуре. И это действительно, это никакой не фразеологизм. Он действительно был в те времена. Он служил в его армии, и он совершал хорошие дела. То есть, он был героем. А этот является злодеем. И потом следующий уже является героем. Тут здесь чередуется, в общем-то. Этот чувак нашел белый меч, который был сделан Мерлином из метеорита. В общем, тот парень, сэр Перси, он умер, который был первым Черным Рыцарем. Потом, через какое-то время, этот чувак нашел в поместье дух этого сэра Перси. Нашел его оружие и так далее. Этот метеоритный меч. Он его хотел забрать, но он был недостойен этого. То есть, ему меч не дался. Он не смог его забрать и не стал поэтому Черным Рыцарем. Но он нашел другой выход. Он с помощью своих генетических крутых штучек, он был хорошим ученым. Он создал лошадь, которая умела летать. Вы ее только что видели, я показывал. И, в общем, сделал себе такое энергетическое копье. Давайте посмотрим, на что оно вообще способное. Я, кстати, не показал способности Барона Зема. Мы сейчас будем быстренько ходить. Я буду быстренько рассказывать. Так, ладно, способности. Погодите, он может крутиться. В общем, не совсем интересно. У него были суперспособности именно в специальном уровне. Как-то, ну, поинтереснее, в общем. А у него были суперудары, я имею в виду, комбо. В общем, да, Черный Рыцарь, что ты умеешь? Наверное, какие-то энергетические штуки пускать. О, неплохая анимация новая. Что? Давай, заряжай. Окей. Это был второй Черный Рыцарь, Натан Гарретт. Ну, а третий, Дэйн Уитман, это племянник, по-моему, Натана Гаррета. И когда Натан Гарретт умирал, то он сказал, «Племяшка, Дэйн, пожалуйста, исправь все мои грехи и стань добрым Черным Рыцарем, а не таким, каким был я». И этот чувак смог вытащить вот этот белого мечка, что так он называется. Видите? Что ты творишь? Черт возьми, вот этот меч черный, метеоритный. Дальше у него тоже появилась своя лошадь, и он уже был супергероем. Вот это я понимаю, исправил грехи своей семьи. И костюм мне у него тоже больше нравится. Давайте глянем на его способности. Я не понимаю, подождите, почему нет никакой энергии суперкрутой, даже у метеоритного меча. Это довольно странно. А, ну вот если он... А, нет, это все-таки потому, что там, да, фонарь и здесь электричество. Ладно, никаких, видимо, суперспособностей у них нет. Ладно, мы тогда идем дальше. Следующий персонаж — это Чаровница. Ее зовут Амора, она с Гордианкой. И всю свою жизнь она хотела захомутать Тора, она хотела завладеть им. Она, в общем, колдунья, и свои все чары она использует на свою привлекательность. То есть она ее усиливает. И этим самым она может контролировать мужчин, манипулировать ими, и может, ну, в общем, приказывать им, что делать. Так же она сделала с Палачом, но об этом дальше. Так вот, она всю жизнь хотела захватить Тора, то есть манипулировать им, но не получалось. Тор не поддавался вообще ни на какие уловки. Так что она стала суперзлодейкой. Поначалу, хотя она была обычной, доброй, с Гордианкой, там... Почему-то все асгардианцы становятся злодеями, когда у них что-то не выходит с Тором. Вот какие-то, знаете, у них взаимоотношения с Тором, они рушатся. Это довольно странно. Теперь давайте глянем на ее костюм. Он полностью каноничный, такой же, какой был и в комиксе. Кстати, посмотрите, здесь есть талия. Вот как в Лего минифигурках, видите, вот эти черные полосочки по бокам. Это талия, оказывается. Я раньше этого на самом деле не знал. И здесь это тоже есть. У многих женских персонажей эти талии существуют. Я этого никогда вообще не замечал. Думал, что это часть костюма. Теперь давайте глянем на ее способности. А, да, она еще умеет выпускать различные магические шары. Так что здесь это нормально. Тити Геймс не обленились. Поглядим. Она умеет делать щит. Есть какой-то луч, но насчет луча я не знаю. Может быть, действительно что-то такое было. Я хотел бы, знаете что, попробовать завладеть Тони Старком. Но что-то не получается. А ну-ка. Да. Видите, есть какие-то шары. Ну ладно. Хорошо, мы тогда переходим к следующему персонажу. Это палач. У палача мать Асгардианка, а отец Грозовой Великан. И как-то раз ему почему-то не понравился его отец и вообще весь его род. И он решил их вырезать. Поэтому его назвали палачом. И он оттуда сбежал. В итоге он встретился с чаровницей. Она начала им манипулировать. На него-то чары подействовали. И в принципе все. То есть он был ее прислужником. Потом он выбрался из этих чар и начал уже свою карьеру. И позже даже он, знаете, сражался вместе с Тором. То есть они подружились. Но суть такова, что у него очень крутой топор. И его топор способен создавать порталы вне пространства и времени. То есть он может создать портал и путешествовать по мирам. Это очень круто. Ну и во времени, и в пространстве. Я уже сказал об этом. Так вот, здесь почему-то этого нет. Он здесь суперсильный. Я это вижу. Но самого главного. То, что у него единственное, наверное, крутое это топор. Он здесь, по-моему, не работает. Давайте попробуем понажимать. Так, ну он здесь достает. Окей. Кстати, посмотрите. У него даже топор есть на его броне. Это показывает, что это самое главное. Единственное, что у него есть крутое. И это не работает. Так, нет. Я, честно говоря, Титя Геймс не понимаю. Они дали ему сверхмощь, сверхсилу. Это да, это нормально. Но почему нельзя было дать способности какие-то топору, чтобы... Ну не знаю, знаете, какие-то эффекты хотя бы. Чтобы порталы появлялись и потом исчезали. Знаете, якобы он разрезает воздух. Это было бы великолепно. Я такого еще не видел. Но они почему-то это не сделали. Очень печально. Титя Геймс меня расстраивает в этом плане. И следующий персонаж это Железный Человек. Классическая версия. Здесь, я думаю, ничего объяснять не нужно. Вот у нас Тони Старк стоит. Это просто классический Железный Человек, который был раньше в комиксах. Сейчас, конечно, уже его костюмы обновились. Но здесь он, знаете, такой простенький. Просто реактор. Просто какая-то такая броня, знаете. И посмотрите. У него лицо его похоже на утюг. Ну вот в комиксах точно было похоже. Здесь не очень. Давайте выберем, например, Марк... Ну, не знаю, Марк 40... Ну, Марк 42 давайте. Вот он у нас, Марк 42. Давайте выберем. О, пока он прилетит, блин. Классический Железный Человек. И он мне нравится, знаете ли. Броня не навороченная, но выглядит зато изящненько и круто. Так. Ну, костюмы, правда, очень похожи. Посмотрите. Даже вот на саму маску. Очертания маски вообще практически одинаковые. Но здесь просто у него обычная голова леговская. О, пройди, пожалуйста. Мы пропускаем. Мы же супергерой. Чувак, не выходи на дорогу. Вот. Но здесь, правда, у него маска вот Железного Человека прям. Ну, здесь все-таки по фильмам сделано, по новым комиксам и так далее. А здесь такая стандартная лего мини-фигурка. Очень здорово. Очень приятно, что такое добавили. Я вот за это благодарен. Следующий персонаж это Мелтор. Его почему-то не перевели. Помните, в своем ролике я также его назвал Мелтор. Но еще называл его как-то Плавильщик, Плавильня. Вообще правильно, наверное, было бы перевести его как Плавильщик. Мелтор, то есть это как-то так и переводится, как Плавильня. Наши локализаторы, а именно Софт Клаб, почему-то не перевели его. Псевдоним, хотя можно было вполне его назвать Плавильщиком. И было нормально, я к этому привык. Хотя, с другой стороны, Мелтор звучит даже как-то более угрожающе, что ли. Это, скорее всего, самый первый Плавильщик. Вообще, в комиксах было три Плавильщика. Это, скорее всего, самый первый, друг Барона Земы. И вообще, как он получил свой костюм? Очень даже просто. Он был изобретателем, покупал сырье. Но потом проверка, какая-то проверка США, выяснила, что он покупает плохое сырье, какое-то негодное. И потом все его устройства могут сломаться и вообще не опасны. Он стал банкротом, потерял все свои деньги. Но он успел изобрести устройство, которое генерировало луч. И этот луч мог Плавильщик все на своем пути. В общем, он прикрепил его себе на грудь, смог это сделать. И стал Мелтором. Все очень просто. Это, правда, простой суперзлодей. Ничего в нем, никакой супер, знаете, крутой биографии в нем нет. Давайте попробуем что-нибудь дорасплавить. Но, действительно, правда, вот смотрите, забор не плавится, например. Очень странно. В комиксах сказано, что он все может расплавить. А здесь, неправда, не доказано. Летать он не умеет. Вообще, по-моему, никто из Повеликой Зла летать не умеет. Это печально. Подогоди, я еще не все... Так, у него есть какая-то граната или... О-о-о, отбегаем! Ладно, я думал, там будет супер эпик взрыв, но нет. Этого не случилось и превращаться ни во что он не может. Хорошо, идем дальше. Следующий это радиоактивный человек. Воу! Вот его подсветка, как он подсвечивается, это здорово сделано! Это, знаете, вот очень похоже на рентген. Кстати, посмотрите, у него есть какой-то слой даже сверху, да? Видите? Что-то крутое! До того, как стать радиоактивным человеком, этот человек был китайским физиком-ядерщиком. И вся эта команда вообще физиков-ядерщиков китайских, они искали формулу какого-то вещества, которое могло бы уничтожить Тора. Вот я не знаю, почему им Тор не угодил, но они хотели его уничтожить. И этот парень решил на себе опробовать эту формулу. Он подвергся радиоактивному излучению и, впрочем, стал вот таким. Он тоже луч генерирует. Кстати, когда он стал радиоактивным человеком, он вызвал Тора сразу же на дуэль в Нью-Йорке, но, правда, проиграл ему. Ну, видимо, формулы не сработало. Дальше он, наверное, умеет пускать какие-то заряды. Да, ну, это, в принципе, здесь логично, здесь нормально. Летать он не умеет. А жаль, я бы хотел за него полетать какую-нибудь крутую анимацию. А, кстати, я сказал, что здесь никто не летает. Я был неправ. Тут Тор летает, Железный Человек летает. Но они как бы не к повелителям зла, они здесь больше как злодеи. И еще летает здесь Вихрь. Ладно, хорошо. Вот мы посмотрели радиоактивного человека. В общем-то, ничего интересного в нем нет. Но мне нравится, как сделали мини-фигурку, как поработали с этим свечением. Оно, знаете, такое переливается. Сделано интересно. Следующий это классический Тор. Большое спасибо, Титти Геймс. Вот где-то вы мне угодили. Я очень просил достать классического Тора, который у меня был в наборе Халк Лэп Смэш. Что-то вроде этого. В общем, там, где лаборатория Модека. Там был классический Тор. И я здесь хотел его увидеть в игре. Его классический костюм. Большое за это спасибо. Вот, нищайший вам поклон. Способности у него такие же, как и у Тора в этой игре. То есть, ну, как и с Железным Человеком было, в принципе, классическим. Ничего нового не добавили. Просто немножко изменилась текстурка. Давай, вызывай. Молниум. Мьюэллер накалился. Замечательно. У него бровь здесь странная. Она почему-то одна и все время нахмуренная. Но это классический Тор, черт возьми. Я его люблю. Ну и последний персонаж, которого добавили в DLC, это Вихрь. Здесь почему-то, помните, я говорил, что указывает, что это классический Вихрь? Но, по-моему, он вполне себе обычный. И из его суперспособностей только то, что он имеет... Воу! Смотрите, я просто бегу. Если я ускоряюсь, то появляется Вихрь какой-то. То есть он... Так, а ну-ка, я могу быстро... Нет, быстро бежать не могу. И если я начинаю вот так крутиться, этот... Он тоже... Это круто! Если бы он взлетал, это было бы 10 из 10. Я вообще тут бы молился на TT Games. Но он, к сожалению, не взлетает. Но он может летать вот таким вот образом. Офигенно сделано. Вот полет здесь офигенский. Это то, что я хотел увидеть. Большое спасибо. Да, честно говоря, я понятия не имею, как он свои способности получил. Не все я знаю, к сожалению. Но позже... Он сначала был человеком Ёлой, он себя так назвал. Но потом он переминался в Вихрь и правильно, наверное, сделал. Потому что человек Ёла звучит как-то слишком по-детски. Переминовался, вступил в Повельки Зла. Потом он еще вступил в Громоверцев. Это вторая команда Барона Зема, которая... Ну, там, где он еще гражданин П. Ну, вы знаете. И он умеет, в общем, вертеться вот так, как Вихрь. И когда он вертится, он еще может бросать небольшие вихри из своих рук. Видите, у него тоже какие-то устройства здесь есть. Давайте посмотрим, может ли он это делать. Так, он может только драться. Печально, очень печально. Также он может крутиться вот таким образом. Это как удар. А, но эти лезвия у него крутятся, получается. И он может кого-то ранить. Давай-ка проверим на тебе, Железный Человек. Только один раз, к сожалению, ударил. Но он умеет летать. Это тоже хорошо. На этом персонажи в этом DLC заканчивается. Мне очень понравилось это DLC. Не скажу, что оно самое лучшее. Я еще не смотрел DLC по Человеку-Муравью. А я его очень тоже хочу увидеть. Ну, конечно же, там Доктор Стрэндж, Черная Пантера и так далее. Обязательно завтра посмотрим Классическую Капитан Марвел. Так что оставайтесь на канале. Ставьте лайки, если вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Ну, и не забывайте про канал. И заходите на всякую всячину. Скоро там тоже будут ролики. Всем спасибо. Всем вихря. Ну, ладно. Всем пока.